всем привет с вами дмитрий михайлов выехали мы на очередной монтаж перед вами газовая колонка и газовый котел а мне люди обратились потому что уже пожарник сказал но но прекращайте меняйте клубы классическая сборка асбестовая труба строение двухтысячных годов асбест и в нее вставленного внутрь труба эмалировка больше с ней становится никаких норм тогда не было но вернее было в 2003 году это толщина металла дымохода главное что было один миллиметр поэтому можно было бы ставить любую сталь любой металл чтобы не меньше одного миллиметра для этого никто не делал ставили на пятку этом разговор сейчас я вам покажу с правой стороны оставляем пока как есть люди не готовы менять слева уже некуда там дырки сквозные поэтому поменяют эти сегменты угол 90 и опустимся вниз от котла посмотрим что здесь будет что переход уже тоже наладом дышит не знаю когда дерну может быть точечная сварка которая там использовалась отломаться либо там завальцовано не знаю будем скрывать всякие то вопросы возникнут я вам покажу еще рассказать вам пройди нюанс видите как забиты все и здесь забиты то есть выходило это все вот через такое отверстие поэтому сейчас если меня смотрят пожарники пожалуйста выполняйте свою работу не доводите до беды ну что это прочистка должна открываться вопросов других никаких не должно возникнуть есть доступ все океане доступа дымоход переделываем ну что вот что здесь полностью он забит еще шахте посмотрим шахта не было видим поэтому что здесь я не знаю владельцы будем общаться смотрим еще при монтаже это вот патрубок он вставлялся вот эту часть вставлялась во внутрь азбестовой трубы то есть вот сюда здесь я вам покажу как можно сделать что конденсат небо одевается вот такой переход я расскажу вам один нюанс по переходу то есть на этом переходе не должно быть никакой точечной сварки а если она есть то она должна быть только собран сегмент по конденсат то есть вот эту часть должна входить вовнутрь вот этого перехода то есть здесь сделано таким вот образом видим до конденсат который течет и обязательно он должен сделать с кислоты если вы на дымоходе можете 430 вас это переход нет надо делать кислоты вот течет она течет и стекает вниз все это сварка дополнительно стоит здесь неких протеканий конденсата невозможно и все будет стекать все будет аккуратно не будет вот таких вот соплей у вас висеть все будет красиво все смотрим больше каких то есть вопросов не должно возникнуть а мы работаем от моей работы переходник оказался живой надо было аккуратненько поставить закерематизировать и все метр трубы 25 угол 90 градусов и тройник вот так это все выглядит теперь по-человечески все конденсат который течет он будет стекать вниз вот переход он подобным идеально то есть никаких сюда саморезов ничего не надо это она вообще-то вы ее не сдвините и вниз спускается внутренняя труба здесь еще проставочка на заклепку поставил чтобы не было никакого люфта приставу когда надо будет снять его заглушку чтобы вся эта конструкция не развалилась ну и плюс здесь еще герметик стоит термостойки и конденсат конденсат истекает самую нижнюю точку а внизу здесь сейчас я поставлю заглушку если супер много конденсата то вы это в канализацию но я занимаюсь что кто-то будет делать просто поставлю герметичный анален заглушку и все будет хорошо вот классические две системы это ноу неправильно это класс это работает это работает но с определенным эстетическими проблемами потом есть что сравнивать объект довольно показательный все с вами был дмитрий михайлов подписывайтесь на мой канал еще раз вспоминать такие вещи вы на рынке не найдете либо это на рынке должен сам производитель стоять на перекупе кто стоит он вам такие вещи не продаст производитель может изготовить потому что это нестандартная труба асбестовая у них там она может быть 160 и 164 может быть 168 разбежка колоссальная поэтому есть гостину не знаю почему размеры у всех разные и миллиметры на миллиметр больше миллиметр меньше это уже значительно менять ситуацию монтажа все можете заказывать мне монтаж еще раз напоминаю продажи дымоходов все что вы видите я могу продать единственное чтобы сейчас сезон времени мало и бывает не уделять достаточного внимания розничного покупателя поэтому сам выезжая сам быстро работаю проблем нет а вот если что касается розницы то бывает чтобы не встретиться с людьми они ждут два-три дня к сожалению это так но это сезон маленький недост который надо пережить все еще раз всем до новых встреч и пока подписан на мой канал кому было интересно бай-бай